Хорошо. Итак, скиния Давида. Видите, как интересно получилось? Есть скиния, была скиния, которая находилась в каком месте? Шило, город Шило, да? И были филистимляне, которые захватили ковчег. Скиния продолжала оставаться в городе Шило, да? После того, как война с филистимлянами закончилась, Давид что сделал? Взял ковчег и куда он перенес его? В Иерусалим, правда? Не в Шило. И какое-то время в Шило еще продолжала существовать скиния Моисея, без ковчега. И какое-то время могла существовать скиния Давида, да? Которая была в Иерусалиме, но без той старой скинии. А затем был поставлен храм Соломона, да? И вот интересно, что Давид изменил литургию. Если в скинии Моисея, мы не знаем, какие проводились молитвы, мы, конечно, Моисей писал некоторые, мы знаем, да? То Давид установил очень интересную литургию. Это литургия хвалы была, да? В которой музыка звучала в скинии и песни постоянно, песни прославления. И некоторые говорят, что скиния Давида и возрождение церкви – это и есть восстановление скинии Давида. Мы можем почитать 1-е параллель Побинон с 15-й главы и дальше. Давид назначил 4 тысячи музыкантов и песок из 38 тысяч левитов и 2 тысячи 888 солистов. То есть они по очереди, да? По очереди, но постоянно там кто-то пел. Вместо одних сменялись другие. А с Сафом он назначил главным лидером поклонения. И поклонение с участием хора перед Ковчегом Завета в скинии не прекращалось круглые сутки. Сам Давид был автор многих псалвов и передавал свои песни певцам и музыкантам. И они использовали их для прославления. Они должны были самостоятельно писать музыку к песням, заучивать его. И были открыты целой школой музыкантов. Певцы должны были, в первую часть всего, подтвердить, что они являются потомками Левия. Им должно было быть не меньше 30 лет. Позже это изменилось на 20. Им нужно было быть искусными в своем деле. И они должны были обучаться мастерству в течение 5 лет. И должны были посвятить себя служению на 20 лет. То есть, они начинали службу в 30 лет. До этого 5 лет они учились с 20-летнего возраста и 5 лет были стажерами. Можете себе представить, да? 10 лет обучения, затем в 30 лет они уже становились певцами и в 50 лет они уходили на пенсию. То есть, за вредность. И у них была пенсия раньше, чем у других Израилей. Да? Молоко им тоже, наверное, бесплатно давали на халяву. Чтобы голос хороший был. Отсюда и выражение пошло на халяву, да? Вот. Они постоянно славили Господа. И их служение считалось очень важным. Требования были расписаны. Если они не соответствуют этим требованиям, их сурово наказывали. Перед тем, как они начинали служение, они были должны осветиться. И кроме того, они должны были быть пророками. Отделил Давид, да? Начальника войска на службу сыновей Асафа, Емана и Дифуна, чтобы они провещевали на цитрах, в салтырях, кимвалах. И были отчислены они на дело служения своего. Вот завтра мы будем читать недельную главу, которую я бы назвал «Техника безопасности», написанная «Кровь и жертв». Или «Не влезай, убьет». Называется «Шмини». Шмини в восьмой день, да? Потому что семь дней происходило освящение священников, да? И на восьмой день началось настоящее служение. И случилось, Левида, по-моему, с девятого по одиннадцатого главы, да. И случилось такое, что, помните, два сына Аарона, да, пришли с чуждым огнем, получили поражение. А Гавтора, к этой главе, как раз о том, как Давид переносил скинию. И помните, Давид тоже, несмотря на то, что был хорошим человеком, и с Богом Давид был, да? Но, как это ни странно, оказывается, Давид не читал Тору. В Торе четко написано, что то, что относилось к скинии, различные там бревна, шесты, покровы скинии, можно было вести, да? Но что надо было делать? Да, нести на руках. Там примерно почти тонна веса, да? Тяжело нести. Что они сделали? Поставили на повозку, запрыгали валов. И один, Озы, Узи, как хотите звали этого, и так, и так есть разные варианты произошения, человек взялся, чтобы поддержать ковчег. Хорошее дело он сделал. Как бы да. И его шарахнуло хорошо эритическим током. Если вы, может быть, смотрели фильм, был такой Деникин, он там воспоминания о будущем фильм документально ставил. И он там нашел где-то, нашел где-то изображение. И левиты несли в перчатках ковчег, чтобы не получить поражение электрическим током. Да, там хороший кошмар был. И вот Узи пришмарил. Основательно пришмарил. Так что он сгорел на работе. Правда? И что сделали тогда? Отнесли в дом к человеку. Представьте себе, что к вам в дом приносят атомную бомбу и не знают, когда она рванет. Наверное, тот бедняга и не заходил в свой дом. А так как дома в основном в то время состояли из одной комнаты, то оставалось ему жить во дворе. Но Бог сказал, что он очень хорошо благословил этого человека. Потом уже Давид внимательно прочел Тору и уже дальше все сделал правильно. И как звали этого человека? Параглипоминон. Первая, тринадцатая глава. Вот видите, и не повез Давид Ковчег к себе. Тринадцатый стих тринадцатой главы. Город Давидов. Какой город Давидов? Помните, мы говорили. Ир Давид, да? Это тот город, который он поставил на Сионе. В Иерусалиме. И обратил его дому, здесь как написано, Авидара Гефянина. Ну, вы знаете, что Библию переводили разные люди. И здесь он называется Авидар Гефянин. Буквально чуть позже, в пятнадцатой главе, двадцать первый стих. Он называется Авид Эдом. Авид Эдом. Это один и тот же человек. И в оригинале Торе нет никакой разницы в написании его имени. Авид Эдом, да? Авид служащий. Эдом красный. В общем, Олан Батор, красный богатырь. Правда? И этот человек служил Господу. Он еще несколько раз упоминается. Первое, я про липоминул, можете записать. Тринадцатая глава, тринадцатый, четырнадцатый стих. Пятнадцатая глава, двадцать первый, двадцать четвертый стих. Шестнадцатая глава, пятый и тридцать восьмой стих. И здесь же, я помните, вам обещал поговорить о потомках Моисея. Вот здесь всплывают потомки Моисея. Я сам вначале не обратил внимания на это. Но моя жена, которая внимательно читает все мои, так сказать, опусы. И, по-моему, она пока что еще единственный читатель. Не знаю, кто-то еще набрался такой вот наглости. Прочесть это все. Ну, я скажу, что у меня в основном компелитивные. Это не мое изобретение, это компелитивное. Это, скорее, как материал для того, чтобы вы могли к себе подготовить сами, да? Собрать. И вот она заметила. Первый паралипоминон, двадцать третья глава, четырнадцатого стиха. Там говорится о родословной. А Моисей, человек Божий, и сыновья его причтены к колену леви. Видите? Но Моисей родился от колена леви. Зачем же их было причислять к колену леви? Если и так ясно, что из колена леви. Да. Два толкования. Два толкования. Либо, помните, мы говорили, что, несмотря на то, что Моисей отослал свою жену, и эти дети не считались в Израиле, но были причислены, как я говорил, почетные. Почетные члены израильского общества, да? Почетные члены израильского общества. Так же, как, по-моему, Сигал является почетным гражданином Бурятии. Знаете, да? А Моисей, или потому, что мы говорили, что происхождение Моисея, оно выше, чем происхождение колена леви. И Моисей конкретно Божий, да? Если говорить о священстве Моисея, то можно сказать, что оно выше, чем священство колена леви, Аарона и всех остальных взятых, да? И этим священством Моисея можно сказать, как их священство Ишуа. Мы говорили об этом на прошлых занятиях. Итак, эти сыновья были причтены колену леви. Сыновья Моисея были Гершон и Элизер. Сыновья Гершона, первый был Шевую. Почему-то про других ничего не сказано. Первый был, а кто же остальные? Может быть, остальные не были причислены к колену Израиля и остались вместе с маденитянами. Помните, с тем племенем, откуда была мать. Поэтому о них ничего не говорится. Сыновья Иоизера были, и первый Рихавия. Помните, Рихавиты, которые не пили вина. Они жили как маденитяне, как кочевой народ, да? Но были родствены Израиля. И первый был Рихавия. И сказал, что это был единственный сын. И не было у Элизера других сыновей. А у Рихавии же было много сыновей, да? У Рихавии же было много сыновей. 24 глава, 21 стих. Вы записываете только сноски, да? Вот. Сыновья Лаэдана сына Гершона. Да? Нет, подождите, 24. 24, 21 стих. От Рихавии и сынов Рихавии, Ишия был первый, да? Много у Рихавии было сынов, Ишия был первый. Вторая параллель Паминон, 26 глава. Да? Вот, 24 стих. Шевуил, сын Гершона, сына Моисеева, был главным смотрителем за сокровищицами. Мы видим, что он не мог быть внуком Моисея, да? Сын Гершона, сына Моисеева. Потому что здесь речь идет о чем? О назначении людей, которые служили в Схине. Прошло больше 400 лет, да? Со времени выхода из Египта. То есть, в данном случае, если мы говорим сын, так же, как говорим Бен Давид, то есть потомок. Он был потомок. Потомок был Шевуила, сына Гершона, сына Моисеева. Вот такие вещи, такие места, в которых упоминается и оказывается, что потомки Моисея, да? Они тоже были совместно с теми, кто служили в Схине Давида. И еще очень интересное место, которое можно по-всякому трактовать. Первое, Паралипоминон, 25 глава, 5-6 стих. Там тоже говорится о различных служителях Схине. И все эти сыновья Эмана, прозорливца царского, по словам Божьим, чтобы возвышать славу его. И дал Бог Эману, значит, Эман прозорливец, то есть пророк был, да? 14 сыновей и трех дочерей. Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами, пластырями, псалтырями и цитрами, и так далее. Интересно. Да? 14 сыновей и трех дочерей. Почему упоминаются дочери? И почему сразу говорится, что все они? Значит, мы можем, ну, не говорить абсолютно точно, но мы можем думать, что некоторые женщины тоже участвовали в прославлении Схине Давида. Можем думать так. Я еще раз говорю, что если кто-то придерживается другого мнения, может быть и так. Есть некоторые вещи, о которых мы можем, что? Гадательно. Правда? Но мы говорим, что женщины тоже имеют право славить Господа, да? Вот. И Бог у них не отнимал такого. Ну, о Соломоне немножко поговорим. Видите, мудрость Соломона – это возвышение, и мудрость Соломона – это падение. С одной стороны, Соломон просил у Бога мудрости, он получил ее, да? Но эта мудрость привела к большому богатству. И потом Соломон начал умножать себе жен, начал умножать себе, что? Лошадей, да? То есть, то, о чем еще говорил в своей Конституции. Я еще раз говорю, помните, что в Израиле, в отличие от всех других стран, да, какая была монархия? Конституционная. И первую Конституцию составил кто? Пророк Самуил. Да, на основе закона Моисея. Он говорил, что царь имеет право делать то-то, 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 но у царя не должно быть много жен, он не должен умножать себе богатство, не должен умножать себе колесницы, да? Когда мы говорили об умножении колесниц, мы говорим об умножении профессионального войска. До этого войско было народным. После этого войско стало профессиональным. Профессиональное, наемное войско, оно имеет преимущества и недостатки, правда? С одной стороны, оно хорошо обучено, с другой стороны, на что? Оно оторвано от народа, да? И оно иногда само может ставить царей, как это было с римскими императорами. Помните, были так называемые солдатские императоры, которые по году только правили Римом, иногда чуть больше. Так же происходило и с янычарами, и с мамилюками, и с другими войсками. То есть, он делал то, что не следовало. Вот, коней же царю Шлома приводили из Египта и Кевея. Царские купцы поховали их Кевея за серебро. Колесница из Египта в Вазима была и доставляена была за 600 шекелей серебром, а конь за 150. Так же они ввозили своей рукой всем царям хитийским и царям арамейским. То есть, закупки коней и колесниц, начатые в истересах царя Израиля, поначалу требовали присутствия в Египте, ограниченного числа еврейских закупщиков, но потом переросли в большой бизнес. И много евреев поехало в Египет. И в последующем евреи в Александрии, помните, составляли третью часть населения. Разрешалось ли евреям возвращаться в Египет? Тора разрешала? Да, видите, это было тоже против Божьей воли. И еще Ло-Ярбе, да не умножит. Да не умножит он себе жен. У него было 700 жен-кинигин и 300 наложниц. Ну, хорошо, говорят, жен, он имел потому много, чтобы заключать союзы со всеми племенами, так как царей вокруг было очень много. Естественно, приходилось много раз жениться. А зачем ему 300 наложниц были? На всякий случай, если же он не хватит, да? То есть, увидим. И помните, я уже говорил, прожил он недолго, да? Вот, если он 17, не сказано, когда он умер, но если он 17 лет стал царствовать, и царствовал сколько лет? 40 лет, да? То получается, что он в возрасте 57 лет умер, и он не только насыщен был, и влечище из жизни, и разочарован во всем, да? И оставил он в Израиле большие проблемы. Но что интересно? Что, видите, Бог простил Соломона, да? Бог простил Соломона, потому что Соломон любил Бога. Ведь интересно, один живет, мучается всю жизнь, и потом попадает в ад. Другой живет в богатстве, всю жизнь наслаждается, и потом попадает в рай. То, что кажется нам странным и несправедливым, оно совершенно бы кажется другим в руках Бога. И теперь мы поговорим о причинах разделения царства. Мы говорили, что около просто 930 года до нашей эры произошло разделение. Итак, причины. Причины разделения царства были четыре. Первое – историческое. Первое – историческое. Помните, мы говорили, что были в историческом плане, да, две части. Одна часть была более однородная, иудея, и она была ближе к заветам Бога. Другая часть включала разные народы, которые в результате служили ловушкой, да? И исторически разделился Израиль на две части еще задолго до смерти Соломона. Уже это разделение было во времена, когда проводили, например, братоубийственную гражданскую войну, помните? И уничтожили северные колена, из южного колена чуть ли не все колено Вениамина, да? То есть воевали в основном северные. И вы знаете, когда сотни лет, и их предки убивали наших предков, хотя и те, и те евреи, да? Вот видите, украинцы москали, а те говорят, что хохлы, хотя народ-то это один, правда? По культуре разделились исторически на два народа. И начинается вражда. И это не по Божьей воле. Но так происходило. Вторая причина экономическая. Соломон, вы помните, жил на территории колена Иуды, да? И поэтому в Иуде налоговый гнёт был нет таким тяжёлым, как в других местах. Соломон сосредоточил на юге всё строительство и торговлю. И создаётся развитая промышленная метрополия, да? И отсталые аграрные колонии. То есть ситуация какая примерно? Как в Соединённых Штатах Америки. Помните в своё время? Соединённые Штаты Америки служили аграрным предатком для Англии. Они терпели некоторое время это. Но потом началась война за независимость. То есть причина экономическая. Третья причина политическая. Это уже была немудрая политика Раваама. Раваам вместо того, чтобы уменьшить эти противоречия, что он сделал? Он ещё больше обострил. Потому что скажите, кто больше зависит? Царь от своих подданных? Или подданный от царя? Царь от подданных. И мудрый царь всегда это понимает. Но Раваам слушался немудрых людей. Правда? И в результате обострилась политическая обстановка. И начали говорить, мы не хотим больше служить царям из колена Иуды. Это Третья царь, 12 глава, 16 по 20 стих. И, наконец, четвёртая причина – духовная. Духовная. Вы знаете, Соломон тоже послужил. У него были много, видите, связей с Египтом. У него была жена египтянка. Он поставил капище рядом с храмом. И таким образом храм перестал быть духовным центром, объединяющим весь Израиль. И поэтому четвёртая причина – это Третья царств. 11 глава, с 1 по 11 стих. Это духовная. Хотя Господь не ставит открыто в вину Соломону его ошибки в социально-экономической сфере. И официальная причина разделения царства – именно духовная. Политическая третья, мы говорили. Третья царств, 12 глава, 16 по 20 стих. Экономическая третья царств, 9 глава, с 11 стиха и далее. Историческая третья царств, 4 глава, с 22 по 23 стих. То есть 12 колен, из них 10 колен оказались на севере. И тут возникает новый противник. Помните, вы когда делали пообщий обзор всех племён, которые Израиль окружали, мы говорили об Авсирии и Вавилонии. И когда мы говорили о Вавилонии, говорят о древнем Вавилонском царстве и ново-Вавилонском царстве. И ассирийцы, и вавилоняне – это были народ одного корня. И первоначально, что было главнее? Вавилония или Ассирия? Вавилония. Ассирия, которая находилась в севере, уже в предкавказе, да? Помните, в севернее Урарту, на территории современной Армении, Мидиан, да? Это Митани. Это как Мида персидская, да? И персы жили по побережью Каспийского моря, да? Вот такая у нас карта была. И Ассирия первоначально была колонией Вавилона. Но происходит такое, что в 729 году, за 7 лет до падения Северного еврейского царства, которое упало в 722 году, все имеется в виду до нашей эры, ассирийцы захватывают Вавилон. Ассирийцы – это были очень жестокие люди. Это были очень жестокие люди и очень жестокое царство. И помните, пророки Израиля предупреждали много раз, да? Многократно и многообразно предупреждали. Но, несмотря на все это, Израиль не слушался Господа. И Ассирия была страной, которая стремилась к расширению. Постоянное и яростное стремление к расширению было следствием всеусиливающегося разорения страны и старых провинций. Необходимость расширения свидетельствовала о слабости системы. Это происходило примерно как с государством Чизгизхана. Разграбили старые провинции, надо было что, захватить новые провинции. Для чего? Для чего, чтобы их грабить? Если разграбили эти провинции, что опять? Нужно было, да? Еще следующее. Как только были остановлены государства, оно распалось. Потому что оно не осуществляло таких вот экономических, политических каких-то важных реформ. И если бы названную монографию успели прочесть, здесь говорится о книге Лео Аппенхейма, который написал монографию о Древней Мецопотамии. Те, с кого железный ассирийц содрал кожу, прежде чем сжечь их, возможно, утешило без доверения того, что поступками ассирийцев руководил некий комплекс неполноценности. Им постоянно виделось, что враги опередивек уничтожают ассирию. Сан-Эхериб был убит в храме. Успел назначить себя наследником Асархадона, или Ашурхадина, своего сына ассирианки. Ассархадон, царь-волководец, умер во время одного из походов в Египет. При этом он завоевывал Урарту, Вавилонию, Кипр и дошел почти до Иудеи. Вы помните, что остановило завояние Иудеи, да? Удивительная вещь. Началась страшная эпидемия. И в одну ночь погибло 120 тысяч человек. Да, это примерно столько, сколько Наполеон ввел в войск в Москву. Вот представьте себе, в деревне Филий сидит Кутузов со своими ребятами и обсуждает план Бородинского сражения. Потом проснулись утром, глядят ни одного живого. Да? Вот Бог чудесным образом сохранил. Чудесным образом сохранил. В 631 году в связи с армией фараона Ассархадон ворвался в Египет. Чтобы унизить постоянно уклоняющиеся от сражения противника, царь царей послал в Судан в догонку с забеглым фараоном армию во главе с женщиной. Ашур Бонепал знаменитый тоже. Как полагают историки, был от рождения близорук, не выносил скрижащих звуков ассирийских боевых трупов. Походе он участвовал только однажды, а бесконечные рельефы, изображающие его военные подвиги, это памятники царскому комплексу неполноценности. Вот такие были ребята. Ашур Бонепал, пройдя с флотом вверх по Нилу до Луксора, ограбил, а потом сжег священные фивы. И все эти караваны, заграбленные, они сходились куда? В Нинве, Ниневе, да? Ниневе, которое было столицей Ассирии. В Египте были фараоны, которые противостояли ассирийцам. Из них самым знаменитым фараоном был фараон Неха. Фараон Неха, он первый построил канал из Средиземного моря в Красное море. На строительстве этого канала погибло 120 тысяч египтян. Можете себе представить такую ударную партийную стройку. Это был царь, разоряющий строить страну. И этот царь несколько раз ходил против ассирийского царя. Ассирийцы идут грабить Египет. Что надо по дороге находиться? Израиль и Иудея, да? Египтяне идут грабить ассирийцев. Что по дороге? Израиль и Иудея. Красные придут, грабят. Белые придут, грабят. И некуда бедному христианину податься. Да? Вот такая примерно была политическая обстановка в то время. И цари Израиля, и цари Иудеи делали ставку на естественных врагов ассирий. Цари Израиля пытались связаться с Сирией, с Финикией, Тиром, Сидоном, с филистинскими городами, которые еще остались. А цари Иудеи делали на кого ставку? На Вавилон, который был тогда колонией Ассирии, но не хотел быть колонией. И на что? На Египет. Но Египет оказался какой тростью? Тростью надломленной. И вот в это время приходят еврейские пророки. Еврейские пророки. Прежде всего пророки приносили Слово Божие, правда? Но, кроме того, пророки утешали народ и говорили также народу о том, что если они не примут Божью волю, то что? Будут наказывать. Но есть и благая весть, да? Всегда пророк начинает, у меня есть к вам плохое и есть к вам хорошее. И все пророки так говорят, вас ограбят, разгонят и забьют и так далее. Но Бог возвратит остаток Израиля, правда? И еврейские пророки лечили народ, предрекая ему то, что его ждет в случае отступничества Торы. Но народ сам выбирал, каким путем идти. Интересно, что имена библейских пророков, они такие, как их качество, как их пророчество. Смотрите. Посмотрите. Ишая, то же самое означает, спасает Бог. Ермиягу означает, возносит Бог. Слово Рам высокий. И вы знаете, что основные темы пророков почему-то совпадают с их именами. Ехескель. Ехескель или Езекииле означает укрепить и укрепит Бог. И правда Езекииле укреплял народ Израиля, да? Вот. Даниэль. Даниил. Судит Бог. И Даниил дал пророчество о божьих судах, да? Вплоть к предшествию Ишуа и до конца мира, да? И до конца мира. Оше. Осия. Бог спасает. Амос. Нагруженный или носимый. Тяжело считать пророка Амоса, правда? Он о страшных вещах говорит. Как продавали за пару солдали, правда? Людей. Как рабство среди единоверцев было. Мы не имели права своих единоверцев обращать в рабство. В крайнем случае на шесть месяцев, да? Но Бог осуждает таких царей, которые строили дворцы из склоновой кости, жили в роскоши, да? И в то же время совершали страшные дела. Йоэль. Йоэль. Господь Бог. Йоиль, да? Йоэль. 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 Он пророчествует о чем? О Дне Господнем. Йоэль, да? Так Йоэль. День Бога. День Господний. Авадия или Авдий. Слуга Божий. Йона. Йона. Голубь. Да? Да. И Йона тоже был, знаете, как тот голубь. То в одну сторону смотрел, то в другую сторону смотрел. Правда? Голубь это признак непостоянства. Это глупая птица. В общем-то. Правда? Глупая птица. А вы что, думаете, голубь очень умный? Ну, значит, вы не держали голубей. Вообще самые умные по интеллекту попугаи. Причем крупные. Ну, так. Не знаю. Вороны тоже умные, да. Хорошо. Миха. Миха. Приниженный, бедный. Михей. И у него действительно такая судьба самого пророка Михи, да? Как только он попророчествует, сразу его зиндан. Все. Правда? На хум утешенный. На ум. Да. Утешенный. И он тоже говорит об утешении Божьем. Потому что будут разрушены враги Израиля. Правда? Хавакук. Обнимающий. Это тот человек, который сказал, пусть не будет овец в загоре и виноград не даст пролда. Помните, как мы поем, да? Да. Обнимающий. Да. Цфания. Цфания или Сафония. Спрятанный Богом. Он тоже говорит о Божьих тайнах. Или Божья тайна. Хагай. Агей. Празднующий. Захария. Вспомнил Бог. Малахи означает Божий посланник. Или одно из названий ангела, да? Малахи – это и ангел, и Божий посланник. Итак, мы говорим о северных и южных царях. Северное царство имело много различных правителей. Здесь у меня есть их список, если кто-то хочет познакомиться. И были определенные, да? И были определенные пророки. Я сейчас не буду говорить о всех северного царства пророках и о всех северного царства царях. Но была такая династия, которая сыграла особую роль в северном царстве. Омри. Омри был властный и решительный царь. Он основал себе новую столицу – Шамрон, или Самарию. Он укрепил ее так, что она могла выдержать длительную осаду. И его сыновья ввели непрестанные войны с царями Арама. Где это Арам? Это Сирия, да? Это Сирия – народы северного Израиля. Практически все небольшие народы региона тратили свои силы на бессмысленные войны друг с другом. В то время как Ассирия и Вавилония уже начинали подниматься. И мелкие государства Арама, Израиля, Иудеи, Тира, Сидона, Идома и Дуимея – они имели единственный шанс выжить и сохранить свою независимость, если они объединятся. И вот Омри – талантливый полководец намел в Израиле корядок. Он разбил моавитян, сделали своими вассалами. И надпись знаменитого моавитского камня, так называемая Стелла Меши, повествует о том, что Маав был порабощен династией Амри и вынужден был платить дань Израилю. И колено Ефрама в это время стало ведущим каеном. Он занимался также торговлей, проложил дороги на юг и на север в Финникине. Амри вернулся к порядку царя Соломона, возобновив торговлю с финикийцами, укрепил Израиль и принес стране мир и процветание. Но при всем том, у него были и отрицательные вещи. Он женил своего сына на сирийской принцессе. Сына его звали Ахав, а сирийскую принцессу, как звали, Изевель. И это оказалось большой трагедией для Израиля, потому что Изевель, как вы помните, она постоянно подождала Ахава. Вот знаете, есть такие жены, которые постоянно пилят своих мужей. Ты вот не такой, вот ты можешь быть погахи, ты можешь быть сильнее, ты можешь быть бизнесменом покруче. Ну и Ахав решился быть крутым. И однажды захватил нечестным путем виноградник. И это послужило причиной его падения. И кто из пророков жил во времена Ахава? Пророк Илья. Пророк Ильягу, да? Ильягу или Илья. И он говорил о том, что согласно закону Израиля, бедняки нашли найти защиту от жестокости и несправедливых налогов. И призывал Ахава поддерживать эти законы и служить единому Богу. И так он Ахаву досаждал, он досаждал, да? И в конце концов он ушел и помолился и сказал, что не будет дождя, пока ты, Ахав, не станешь на путь истины. И помните, Ахав ходил там со своими и искал там Илью, чтобы вернуть его, да? А Илья даже ушел в другое место. И затем, по Божьей воле, через три года приходит Илья на какую гору? Кормил. Кормил, это была высокая гора, сейчас там есть, да? Вот, и там было капище идолу, вроде как Владимирской горки в Киеве. И что сделал Илья? Поставил пророку. Поставил Богу, да? Для пророка Илья поставил Богу жертвенник. И зажег он огонь за жертвенник. Помните, мы говорим, огонь на жертвенников в Киеве не исходил, и в храм исходил. А Илья просто сделал, и встал, и смотрел. А пророки в Алла там бегали, 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 суетились, и ничего у них не случилось. А потом сошел огонь и пожрал жертву, и жертвенники, и даже камни сгорели. После этого народ восстал, перебил всех этих пророков. И в Израиле, как вы помните, начался дождь. Очень интересная была картина, когда вот после такого длительного напряженного дня, видите, когда был стресс такой страшный, и несколько километров, Илья еще бежал перед колесницей царя и возвещал великую радость народу. Можете себе представить? Да? Наверное, колесница быстрее бежала. Илья бежал впереди. И вот тут после такого подъема идет спад, да? И Илья, вы помните, он куда уходит? Да, он уходит в Аравию. Интересно, что Илья ходил в Аравию. И кто еще ходил в Аравию? Павел ходил в Аравию. Я верю, что Илья и Павел, они совершали паломничество именно на ту гору, где Моисей приносил жертву Господу. Потому что, вы помните, гора Синай, согласно и современным археологическим открытиям, и тому, что говорит Библия, где находятся? Такие в Аравии. Такие в Аравии. После себя он помазал пророки кого? Елисея, да? Помазал себя пророки Елисея. Елисей тоже интересные вещи делал. Видите, он тоже заведовал школой пророков, да? И все его дела, как бы, были в два раза сильнее дел Ильи. И еще есть удивительное исцеление Неймана. Нейман был полководцем. Нейман означает верный, да? Который пришел и что он сказал? Должен возложить на меня что? Руки. А говорит, да, ну тебе. На всякое тут гое буду возлагать. Вон, иди, искупайся всем раз в Реордане. И видите, это было смирение гордыни Неймана. Если бы он повернулся и ушел, так бы на нем проказа была, да? Но так как он послушался, то, что сказал пророк, он получил исцеление. А другой человек получил его проказа, да? Интересно, такая переходящая знамя, переходящая проказа. С одного на другое. Это тоже определенным вещам учит нас. И еще один царь, который поднял Северное царство, это был царь Яравам. Царь Яравам II, по нему царство Северное оказалось очень сильным. Дело в том, что в это время Ассирийское царство ослабело. Ассирийское царство было на грани уничтожения. Потому что вавилоняне, урарту, медяне и персы все вместе заключили союз, чтобы разграбить Ассирию. И было это за 60 лет до падения Северного царства. И какие два пророка жили в то время? Иона и Амос. Амос – пророчество во времена расцвета империи Яравама, когда казалось, что все проблемы будут решены. И Израиль стал такой маленькой империей. Но вот эти все экономические вещи, которые делали, они просто служили дискредитации Бога. Правда? И очень интересно начинает пророк Амос. Он сначала пересчисляет злодеяния всех чужежемных народов. Он говорит о Дамаске. И все радуются. Вот мы накажем Дамаск. Так им и надо. Он говорит о другом народе, о филистимлянах. Да, так им и надо. Потом он говорит о Тир, о Ливане. Об их злодеянии. Говорит, так им и надо. Потом говорит он об амманитянах. И так он пересчисляет всем народов. И публика радуется. Вот им всем. Говорит, но еще Израиль. И смотри ты, Израиль, а ты хуже, чем все эти всем народов, вместе взятых. Потому что ни в одном народе не творится то, что творится среди тебя. Правда? И действительно, он предостерегает Израиль о страшных вещах. Там у него разные видения. Саранча, огонь, свинцовый отвес, корзина с плодами. То есть предостерегает. Предостерегает. Предостерегает Израиль. Но Израиль не внял этого предостережения. И пророк Иона. Это был удивительный, единственный пророк, который мы знаем, что его Бог послал пророчествовать неевреям. Да? И пророк Иона не хотел пророчествовать неевреям. Потому что он знал, что через 60 лет его страна будет разрушена. Но Бог его заставил. И удивительное дело. Поколение это покаялось. Да? И оказывается, естественным образом, вот этот союз, вот эти армяне-гурарты, медиане, персы, они перессорились друг с другом. И в результате Ассирии удалось захватить Северное Царство. Хорошо. Делаем перерыв. Поколение.